Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Очень рада приветствовать вас в этот замечательный день И у нас в гостях моя коллега Органистка из Москвы Главная органистка католического храма в Москве Это один из основных храмов в Москве Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии Марина Амельченко Здравствуйте, Марина Здравствуйте, Елена Здравствуйте, дорогие слушатели Марина окончила Московскую консерваторию В классе одного из лучших профессоров Органистов Алексея Паршина Очень много гастролирует по Европе, США И, конечно же, по городам России И до уже с 2004-го, я не ошибаюсь Если не ошибаюсь, Марина является главной органисткой Собора на Малой Грузинской Так мы называем в простонародье Потому что название длинное И все пытаются сократить Это примечателен собор тем, что он находится Прямо напротив общежития Московской консерватории И я помню, когда жила в общежитии Выглядывала в окна и всегда видела этот потрясающий собор Именно в то время, когда я училась Установили потрясающий орган фирмы Кун И Марина как раз именно на нем В основном играет службы И воплощает все свои грандиозные проекты Это и рождественский фестиваль ежегодный И многочисленные концерты О которых, конечно, сама расскажет Марина Марина, как вы попали в самый главный собор Москвы? Каким чудом? Ну, вы знаете, я считаю, что чудес, конечно, в жизни не бывает Бывают какие-то счастливые стечения обстоятельств И огромный труд И люди, которые встречаются нам на пути На нашем жизни, на нашем творческом пути И помогают нам До 2004 года С 95-го года я работала в качестве главного органиста В приходе Владивостока И я могу сказать, что вот с 95-го года, наверное, Началась моя встреча с этим грандиозным инструментом Встреча, наверное, неожиданная Она была неожиданной, потому как я закончила Консерваторию во Владивостоке Как пианистка и как музыковед И училась я на факультете востоковедения И моя дипломная работа была посвящена искусству Древней Японии, Китая Это все во Владивостоке Вы сами родились там Вот такой вот разворот случился Так сказать, с востока на запад Кардинальный И попала я, в общем-то, в храм Совершенно случайно Моя однокурсница работала там органисткой Потом она уезжала И попросила меня заменить ее Ну вот с тех пор Я так и осталась уже в церкви И у нас были очень тесные связи Вот между Владивостоком и Москвой С замечательным нашим директором Валентиной Альбиновной Новаковской Которая является президентом фонда Искусства добра Которая является организатором концертов Органной музыки И в 2004 году В тот момент я уже несколько лет Как жила в Москве Естественно, я была прихожанкой этого храма И поэтому мой приход в этот собор Был таким очень естественным И закономерным, я бы сказала Таким стечением обстоятельств Мы стояли, скажем так У истоков вообще органной музыки В кафедральном соборе Потому как, как вы правильно, Лена, сказали В 2000 году этот инструмент был подарен Московскому кафедральному собору Я говорю об инструменте фирмы Кун Это был подарок евангелической церкви в Базеле В 2005 году состоялась его торжественная инаугурация Ну вот, собственно, с тех пор Уже на протяжении, наверное, более 16 лет Я являюсь органистом собора Наша передача «Культурная среда» продолжается Давайте возьмем небольшую паузу И разыграем два билета на наш концерт Который будет в Риге Это Домский собор Международный органный фестиваль Рига с Домс 2020 Германия, Франция, Латвия Три страны, которые будут представлены в концерте Тремя разными органистами Это Янис Пельше Айя Зиндите И Илзе Барла А какие же композиторы? Это Иоганн Себастьян Бах Луи Вьерн Рише И наш латвийский композитор Айвар Скалес На этот концерт мы разыграем два билета Первый, позвонивший в нашу студию Думаю, с большим удовольствием Отправиться в Домский собор Звоните в нашу студию 672-12-939 Мы разыгрываем билеты в Домский собор Как приятно, что нас слушают И уже есть первый позвонивший Алло, здравствуйте Здравствуйте Вы хотите пойти в Домский собор? Я ни разу там не была, хочется, да Вы знаете, такая радость для меня Что вы послушаете концерт органной музыки В Домском соборе Потому что его отреставрировали совсем недавно В том году закончены были работы Это действительно очень интересный концерт Пожалуйста, позвоните после передачи На мой телефон 220-929-00 И я расскажу, как забрать билеты Спасибо Пожалуйста Итак, два билета мы разыграли В Домский собор Это действительно жемчужина Орга настроения и европейского Которая сохраняет свое значение до сих пор Это действительно очень яркий Интересный инструмент Который стоит слушать У меня, конечно, как рижанку с небольшим стажем Я всего 8 лет в Латвии Удивляет, как много еще жителей Риги Которые ни разу не бывали в Домском соборе И мы теперь каждую среду исправляем это Мы разыгрываем билеты Ходите на концерты органной музыки Я вот хотела сейчас еще раз спросить у Евгения Марина пишет, что она на связи Может быть, мы попробуем еще раз Вдруг у нас получится все-таки поговорить С очень интересной собеседницей Мариной Омельченко Главной органисткой Собора на Малой Грузинской В Москве Марина окончила Консерваторию во Владивостоке Сама родилась во Владивостоке И затем переехала в Москву И обучалась еще в Московской консерватории Алло, Марина, вы слышите меня? Почему-то очень сильные помехи со звуком Я, Лен, вообще вас не слышу Вы меня не слышите Единого слова Очень жаль Но, к сожалению, тогда постараемся сделать передачу В следующий раз А сейчас, дорогие друзья Приношу вам свои извинения За такие вот неполадки Очень-очень жаль И продолжаем нашу передачу Культурная среда Ну что же, два билета мы разыграли В Домский собор Но мы будем во второй части передачи Разыгрывать еще два билета На концерт музыки Иоганна Себастьяна Баха Это мой авторский цикл Который называется Иоганн Себастьян Бах Все органные сочинения Я планировала Первый концерт состоялся в том году Кажется, 21 сентября И я предполагала, что буду играть программы Посвященный Иоганн Себастьяну Баху Каждый раз новая программа Один раз в месяц Или один раз в два месяца Но, к сожалению, коронавирус Внес свои коррективы в мои планы И концерт, который должен был быть под номером 5 И должен был состояться на день рождения Иоганна Себастьяна Баха 21 марта И вся музыкальная общественность должна была праздновать 335 лет со дня рождения Не побоюсь сказать Величайшего немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха Именно в это время начались карантинные санкции Этот концерт мы долго переносили И он состоится уже 11 сентября в 19.00 В Старой Церкви Святой Гертруды Программа та же самая Я хотела показать Исполнить именно произведения Позднего периода творчества Иоганна Себастьяна Баха Это яркие творения Пасакалия и фуга до минор Токата и фуга фа мажор Прелюдия фуга ми минор Это грандиозные полотна Продолжительностью каждые по 15-17 минут Очень редко можно вспомнить произведения Для других инструментов Которые были бы столь длительной продолжительности Чаще это симфонические произведения Но именно орган может удерживать Внимание и органиста И слушателей Если вы вспомните В начале беседы Марина Амельченко Наша гостья С которой, к сожалению, сорвалась наша встреча Рассказывала, что Она играла на инаугурации органа На Малой Грузинской в Москве Там был до недавнего времени Установлен самый большой инструмент В Москве Сейчас еще больше установлен орган В Доме музыки В Москве также И один из грандиознейших органов В концертном зале «Зарядье» И вот именно об органе говорят Используют термин «Инаугурация» Именно об органе говорят Король инструментов Инаугурирует у нас президентов И вот такая честь выдалась Именно музыкальному инструменту органу Марина Амельченко Иоганн Себастьяна Баха Будут хоральные прелюди Из органной книжечки Иоганн Себастьян Бах Написал огромное количество Произведений для органа Это можно исполнять более 15 концертов Часовых для того, чтобы исполнить Все творчество Помимо этого есть еще и клавирные произведения Но, к сожалению, не все произведения Были изданы при его жизни И когда была возможность Издать те или иные сочинения Он подходил к этому С большой тщательностью И отбирал именно на свой вкус Те или иные произведения Так изданы его шублеровские хоралы Это несколько хоралов Которые были изданы Издателем по фамилии Шублер И так они и называются Шублеровские хоралы Три из них приобрели мировую известность А другие не столь популярны Но, конечно же, всегда исполняются Почти всеми органистами А вот есть еще сборник Это органная книжечка Он ее задумал для того Чтобы написать хоралы На каждую службу церковного года Существует такая легенда Что когда Иоганн Себастьян Бах Собрался уехать из Веймара Из города, в котором совершенно недавно Скончалась его любимая супруга Мария Барбара Бах Которая подарила ему четверых детей Была верной спутницей Мария Барбара приходилась ему Двоюродной сестрой, кузиной В те времена такие браки Были допустимы И самым главным у Иоганн Себастьяна Бах И его семьи было то, чтобы Все избранники семейства Бах Должны были обязательно быть музыкантами И вот, когда скончалась Мария Барбара Бах Через некоторое время Иоганн Себастьян Бах понял Что он больше не может оставаться в этом городе Слишком много ему напоминало О горячо любимой супруге И он попросил отставки Но так настойчиво требовал отставку Потому что его ждал князь Кеттенский А вот князь Веймарский Не хотел принимать отставку И строптивого композитора Отправил в арест Но не в домашний арест Как многих сейчас величайших Деятелей культуры Актеров, музыкантов А в самую настоящую темницу Иоганн Себастьян Бах провел Под арестом два месяца И говорят, что именно в этот период Он начал писать свою органную книжечку Это сборник хоральных прелюдий Если вы заглянете в церковь лютеранскую То увидите какие-то цифры Слева или справа Располагающиеся на стене Это номера хоралов И именно вот такие хоралы Иоганн Себастьян Бах Использовал для своих обработок То есть бралась небольшая мелодия И на их основе Бах создавал потрясающие шедевры Именно поэтому На один и тот же текст хорала На одну и ту же мелодию Существует самое разнообразное Количество произведений У самого Иоганна Себастьяна Баха На одну тему хоралов Может быть несколько произведений И хоральные партиты И хоральные прелюдии Например, в органной книжечке Которую он создавал под арестом Он писал небольшие произведения Как раз для обучения Мастерству своих учеников И всех тех, кто стремится играть на органе Он как бы предполагал, что это Определенный учебный материал Но Иоганн Себастьян Бах Никогда не подходил Вернее, всегда Крайне творчески подходил К этому моменту То есть каждое Даже обычное упражнение Превращалось в маленький шедевр Это и тетрадь Анны Магдалены Бах Это и его шесть учебных сонат Для органа И сюиты, сонаты для скрипки И виолончели Любое произведение Которое вышло из-под пера Иоганна Себастьяна Баха Стало шедевром классической музыки Так и сборник хоральных прелюдий Это небольшие произведения Продолжительностью Может быть даже две минутки Иногда пять минут Это медленные хоральные прелюдии Но именно в этом сборнике Находится хорал Который стал самым известным Произведением Иоганна Себастьяна Баха Это хоральная прелюдия Ихруфцудир Хер язу их крис Иисус Христос Взывая к Тебе, Господи Иисусе Христе Это молитва И именно этот хорал Использовал в своей кинокартине Солярис Андрей Тарковский Это произведение Стало отображением Целого космоса Его играют В самых различных аранжировках Я это произведение Тоже исполню в этом концерте Потому что оно Очень хорошо подходит К грандиозной Такате и фуге Которая прозвучит И получается, что это Сборник среднего периода творчества А вот грандиозные полотна Как раз Таката фуга фа мажор Прелюдия фуга ми минор И пасакалия до минор Это произведение Позднего периода творчества Иоганна Себастьяна Баха Дорогие друзья Давайте разыграем Два билета на мой концерт 11 сентября В старой церкви Святой Гертруды Это пятый концерт цикла Все органы сочинения Баха Наш телефон в студии 672-12-939 Вот и есть первый звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте Вы хотели бы пойти На концерт Оганна Себастьяна Баха, верно? Очень хотел Да, был на ваших концертах Очень рада Успользоваться, что я был бы Спасибо Пожалуйста, позвоните После По окончании нашей передачи По телефону 220-929-00 И я расскажу, как забрать Ваши билеты Иоганн Себастьян Бах О нем можно говорить И не одну передачу Так как и цикл концертов Запланирован Более 15 концертов Так о нем можно разговаривать Долго и долго Это насыщенная Интереснейшая жизнь Человека Который всю жизнь Служил Богу Все свои произведения Он подписывал Во славу Божию То есть Он и писал для Бога Это человек Который, с одной стороны Был обычным мирянином С первой супругой У него было четверо детей Двое из которых Стали известнейшими Композиторами А со второй супругой Анной Магдалиной Бах Родилось еще 16 детей 17 детей И всего Иоганн Себастьяна Баха Был 21 ребенок Это Не все остались живых Но тем не менее Кажется 14 или 15 детей Они воспитывали Вместе с своей супругой Анной Магдалиной Бах Которая тоже была Музыкантом Дочерью Трубача И она всю жизнь Помогала Своему супругу Была младше его На 20 лет Записывала его Когда Иоганн Себастьяна Бах Возникли трудности Со зрением Возможно из-за того Что в детстве Он переписывал Ноты При лунном свете Иоганн Себастьяна Бах Очень был Активным И очень Все время стремился Познать что-то новое Когда он осиротел Это было достаточно рано Ему было 9 лет Его взял на воспитание Старший брат И стал обучать Также игре на органе И композиции Конечно Также игре на клавере И струнных инструментах Иоганн Себастьян Бах Были немного скучные Занятия со старшим братом И когда старший брат Ложился спать Он вытаскивал потихоньку Тонкую тетрадь С произведениями Современников Там были произведения Дитриха Буксты Худы Иоганна Пахельбеля И он Втихую Переписывал Так как у него Не было денег Даже на свечи Он при лунном свете Переписывал Когда весь сборник Был почти Переписан до конца Его застукал Старший брат Отобрал сборник Но Иоганн Себастьян Бах Закричал в сердцах Я все равно Уже все помню Наизусть И я смогу Играть Эту гениальную музыку Иоганн Себастьян Бах Всегда стремился К новому Всегда ему было интересно Интересно творчество Современников И зачастую Он Делал аранжировки Многих произведений Так например Он переписал Сделал Транскрипции Знаменитых концертов Антонио Вивальди Алессандро Марчелло И долгое время Эти произведения Приписывались Самому Иоганну Себастьяну Баху Лишь в 20 веке Когда Уже Обнаружили Источники Произведений Антонио Вивальди Алессандро Марчелло И принца Веймарского Тогда уже Эти произведения Так уже Писали Что принадлежат Именно Этим авторам А не самому Иоганну Себастьяну Баху Иоганн Себастьян Бах Еще стремился Пообщаться С современниками И известно Что Когда он служил В Варнштадтской церкви Отправился В отпуск В пешее путешествие В город Любик А это было 400 километров У него Не было денег На то Чтобы нанять Извозчика И пешком Отправился Слушать Великого Дитриха Букстыхуды Сейчас Уже Немногие Слушатели Знают Об этом Гениальном Композиторе Основателе Северонемецкой Органной школы К сожалению Он и не так часто Звучит У нас В Риге Но это Очень яркие Интересные Произведения Так вот Иоганн Себастьян Бах Отправился В Любик Там В церкви Мариян Кирхи Служил Дитрих Букстыхуды Когда он Услышал Юного Композитора Юного Органиста Настолько Был вдохновлен Гением Иоганна Себастьяна Баха Что предложил Ему Занять Почетный Пост Главного Органиста Ц. Мариян Кирхи Но было Одно Условие Иоганн Себастьян Бах Должен Был бы Жениться На Одной Из дочерей Дитриха Букстыхуды Конечно Это было Очень Лесное Предложение Это Была Был Культурный Центр В те времена Потому что Дитрих Букстыхуды Сделал Любик Наверное Главным Органным Центром Всей Германии Но дело В том Что Иоганн Себастьян Бах К тому Времени Был уже Помолвлен С Марией Барбары И не мог Променять Любовь На Столь Интересный Пост И вынужден Был отказаться Но вместо Того Чтобы провести В Любике Всего Три недели Это тот отпуск Который ему Выделила Церковная Консистория Он Пробыл В Любике Целых Полгода И конечно Когда вернулся В Арнштадт То ему Был вынесен Выговор И за то Что он Столько Времени Отсутствовал И за то Что он Использует Невероятно Сложные Гармонии В церковном Обиходе И еще Много Много Чего После этого Иоганн Себастьян Бах Решил Покинуть Арнштадт И уже Отправиться Со своей Супругой Веймар Но путешествие В Любик Обучение У Дитриха Буксты Худе Сыграло Колоссальную Роль В жизни Иоганна Себастьяна Баха Ведь Именно После этого Было Создан Шедевр Органного Искусства Произведение Которое Стало Визитной Карточкой Всего Органного Искусства И конечно же Творчества Иоганна Себастьяна Баха Это Токата Ифуга Ре Минор Самое знаменитое Сочинение Наверное И таката Ифуга Ре Минор Иоганн Себастьян Бах Уже Неотделимы Это Произведение Полное И виртуозное И полное Юношеского Задора И в то же время Величайшей Глубины И произведение Которое Исполняется Всегда Всеми И Одно Из ярчайших Произведений Но к сожалению В этот раз Я его играть Не буду Поскольку Я решила Исполнять Все-таки Произведение Позднего Периода Это Лейпцигский Период Творчества Иоганна Себастьяна Баха И вот Хотела бы Завершить Все-таки Свой разговор О Иоганн Себастьяна Бахе Еще раз Приглашаю Вас 11 сентября Это Старая церковь Святой Гертруды Пятый концерт Цикла Иоганн Себастьян Бах Все органные Сочинения В этот же день В Домском Соборе Продолжение Международного Органного Фестиваля Ригас Домс 2020 Три страны Германия Франция Латвия Три исполнителя Три органиста Янис Пельше Ая Зиндите Илзе Барла И в программе Иоганн Себастьян Себастьян Бах Луи Вьерн Айвар Скалайс 12 сентября В 19.00 В Латвийском Оперном Театре Дают Травиату Джузеппе Верди И солировать Будет Юлия Васильева Прекрасная Сопрано Обладающая Широким Диапазоном Прекрасный Тембр Голоса Ну и Конечно же Невероятная Опера Это произведение С которым Можно начать Знакомство С оперным Театром Если вы Никогда До этого Не слушали Не бывали В опере Оперный Театр Это Невероятное Действо Туда можно Прийти И послушать Музыку И посмотреть На игру Прекрасную Как бы Актерскую Игру Прекрасных Певцов В то же Время Это и Выход в свет Да Мы могут Одеть Прекрасные Платья И На мой взгляд Концертная Жизнь Немного Утратила Вот эту Величественность Вот эту Импозантность И можно сказать Даже Помпезность Которую Сохранил Именно Оперный Театр Уже Даже Драматический Театр Не столь Как бы Не настолько Не то что Сказать Уместно Но не настолько Комфортно Себя Почувствовать В вечерних Нарядах Как это Можно почувствовать Себя Именно В оперном Театре Ну а Опера Джузеппе Верди Это Мировой Хит И Арии Которые Вошли В сокровищницу Золотого Репертуара Стоит Слушать 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 И Слушать Это 12 Сентября В Оперном Театре Травиата И В главной Роли Юлия Васильева Также 12 Сентября В Большой Гильдии Инесса Галанте Устраивает Очень Необычную Встречу Это И Мастер Классы И Общение С Музыкантами И Конечно же Сама Музыка Инесса Галанте Выступит Вместе С Прекрасными Певцами Московский Певец Артем Сафронов Долгое Время Служивший В Оперном Театре Станиславского И Немировича Данченко В Москве А сейчас Проживающий В Латвии И Являющийся Солистом Латвийского Оперного Театра Прекрасный Тенор И Начинающий Певец Баритон Даниил Кузьмин Вместе С Инессой Галанте Они Исполняют Замечательные Дуэты Из Мировой Классики Ну а Также Будет Хит Которым И прославилась Инесса Галанте Но Также И давшая Жизнь Этому Произведению Авы Мария Владимира Вавилова Которая До сих Пор Приписывается Джулио Качине Владимир Вавилов Записал Целую Пластинку Для Голоса И Людни И Многие Произведения Подписал Или Аноним 17-18 Века Или Приписал Известным Композиторам Как Например Авы Мария Джулио Качине Дело В том Что Владимир Вавилов Окончил Лишь Музыкальную Школу У него Не было Профессионального Музыкального Образования Ни колледжа Ни консерватории И он был Дилетантом И поэтому Его не принимали Можно так сказать В композиторскую Тусовку И Естественно Он не мог Как бы Издавать Свои Произведения Потому что Не являлся Профессиональным Композитором Но тем не менее Он писал Прекрасные Потрясающие Произведения Каким И относится Ава Мария Но для того Чтобы его Издавали Он подписывал Свои Произведения Приписывал Авторство Другим Композиторам Как например Джулио Качине Ина Сагаланте Одна из первых Исполнила Это произведение В нашем Домском Соборе И это Произведение Начало Обретать Мировую Известность Его Стали Исполнять Самые Разнообразные Певицы И Чичилия Бартеля И Многие Другие Включать В свои Записи На компакт-дисках И пластинках И Это произведение Известно Именно Как Авы Мария Джулио Качини И когда Уже Даже Был Развенчан Этот миф И стало Известно Что авторство Принадлежит Владимиру Вавилову Тем не менее До сих пор Так и пишут Джулио Качини А.В. Мария Это произведение Будет Исполнено 12 сентября В Большой Гильдии Инессы Галанты 13 сентября Это день Когда Можно Порадовать Детей Птичья Опера В Латвийском Оперном Театре В 12.00 И 18.00 Один из лучших Детских спектаклей Написан Написанный Латвийскими Латвийским Композитором Янисом Лусанцем И автором Либретто И текста И является Мара Залита Очень яркий Смешной Интересный Спектакль И обязательно Нужно Если вы не водили Еще ни разу Детей В оперный театр Именно с этого Можно начать Знакомство Это в оперном Театре 13 сентября В 12.00 И 18.00 15.00 15.00 В Культурном Дворце ВФ Концерт Который Должен Был состояться В мае Это Трио Ла Джоя Впервые В Латвии Трио Из Словакии Исключительный Коллектив Соединяющий Стиль 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 Канты И популярный Канты Афиша В Англия В Афишанской Церкви В Афишанской Церкви И последнюю Там проводятся Благотворительные Церкви Каждый Каждый может Удачу К сожалению У нас не состоялась Встреча С прекрасной Московской Органисткой Главной Органисткой Собора На Малой Грузинской В Москве Мариной Омельченко Но мы обязательно Сделаем Встречу С ней И поговорим И о ее Биографии И о ее Творческой Жизни Ходите На концерты Классической Музыки Слушайте Культурную Среду И конечно же Слушайте Наше Радио Болтком До новых встреч До свидания